Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это тема дня. С вами Анастасия Новичкова. В России реализуется программа «Земский фельдшер». Это гарантия работы и стабильность для молодых специалистов. Развивать и улучшать медицинскую инфраструктуру начали благодаря национальному проекту здравоохранения. Одни из главных целей проекта – ликвидация кадрового дефицита, повышение качества и доступности медпомощи. И сегодня героиня нашей программы – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом деревни Каталова, фельдшер Мальцева Наталья Борисовна. Приветствую вас! Здравствуйте! Наталья Борисовна, расскажите, почему решили стать фельдшером и связать свою жизнь с медициной? Ну, наверное, так сложилось, что тянула меня к медицине, к общению с людьми, закончила медицинское училище и пошла работать фельдшером скорой помощи. Вот мечта моя такая сбылась. Ну, вот так оказалась в медицине. Нисколько не жалею, что выбрала медицину, именно фельдшера, профессию. Наталья Борисовна, насколько знаю, вы успели поработать в нескольких местах. Вот расскажите, с чего начался ваш путь профессиональный? Начала работать фельдшером скорой помощи город Садка, Челябинская область. Потом поработала тоже фельдшером скорой помощи город Пласт, Челябинская область. Потом сложилась судьба семейной обстоятельствой. Я приехала в город Тверь, проработала здесь фельдшером скорой помощи. Ну, пять лет, последние пять лет работала фельдшером скорой помощи в Подмосковье, город Клин. И в декабре месяце 23-го года пришла работать на фельдшерский акушерский пункт по национальному проекту здравоохранения в Колталово. Расскажите, из чего состоит ваш рабочий день, то есть как он проходит? Обычный день, прием пациентов. С 8 часов открывается фельдшерский акушерский пункт. С 8 до 12 часов приходят разновозрастные пациенты за терапевтической помощью, за педиатрической помощью. Осматриваю, также входит в функции фельдшера, осмотр школьников, детских садов, чтобы все было в порядке. Гигиенические все требования, чтобы исполнялись раз в месяц-то. Обхожу учреждения. Школа 11-летка в Колталово. Более 100 человек посещают школу. Садик, две группы, разновозрастные детки там, две группы. После 12 часов хожу на дом. По тем гражданам, которые вызывают на дом, нуждаются по здоровью, нужно прийти. Детки, к деткам также выхожу, к пенсионерам, инвалидам, те, которые не могут передвигаться самостоятельно. Работа с документацией, очень много документации ведется. Вот таким образом. Уборка, опять же, ФАПа, то есть как бы генеральная уборка производится. ФАПа делаю все это. То есть вы работаете на пункте, получается, одна, и как вам удается всем этим справляться? То есть, ну, такое... Да, я одна на ФАПе работаю. Все успеваю. Все успеваю. Очень нормально. Все работает хорошо. Как складываются отношения с местными жителями? Местные жители, только слова благодарности слышу в свой адрес. Никто не ругается, не ворчит. То есть, как бы, слова благодарности. Все относятся с пониманием. Вот. И все хорошо тоже. Скажите, что вам больше всего нравится в вашей профессии? В моей профессии нравится то, что я вижу, что я помогаю действительно людям. В общем, эффект от моего назначенного лечения, эффект от какого-то беседы просто, да, даже, ну, не всегда же надо какие-то таблетки людям назначать, да, можно просто побеседовать с человеком и какую-то там душевную там обиду какую-то снять, боль какую-то душевную снять. То есть для этого достаточно просто побеседовать с человеком, вот. Наверное, вот это основное, то, что общение, и вижу реальную, как бы, вот, помощь, что действительно я приношу пользу людям. Трудно ли было после фельдшерской помощи, где, ну, соответственно, более быстрый темп работы, перейти на, получается, пункт фельдшерской акушерской? Нет, не трудно. Навыки все те же самые, что у меня были, они, конечно, есть. Все это мне пригодится и на фельдшерской акушерском пункте, что навыки по неотложной медицине, что навыки по экстренной медицине, вот. Ничего такого, как бы, нового для себя я не открыла. Все тоже, тоже, тоже самый функционал. То есть, ну, как бы, немножко расширено, немножко больше неотложки, вот, таких вот текущих таких вот заболеваний, и хронических заболеваний больше тех, кто обращается, вот, ну, пожилые люди, да, с хроническими заболеваниями. Наверное, вот этого больше. А так, те же самые люди, то же самое отношения, и то же самое общение и помощь. Да, вот вы, кстати, сказали про хронические заболевания. Расскажите еще, может, какие, с чем чаще всего обращаются люди? Ну, чаще всего бабушки с гипертонической болезнью обращаются. Наверное, это самая большая, как бы, вот, такая вот область обращения, что часто обращаются с гипертонической болезнью, с остеохондрозами. Молодежь тоже сейчас в связи с тем, что физически, кто работает, тяжелые, занимаются работой тоже. С остеохондрозами были обращения. Ребятишки, ну, это больше ОРВИ, какие-то вирусные инфекции. А люди какого возраста чаще обращаются? Чаще возвращаются пожилые люди и детки. Это вот основное. Бывает так, что прием полностью дети. Допустим, человек там 15 и все дети. Никого взрослого не бывает. То есть очень много ребятишек тоже обращается. Ну, потому что надо посмотреть, родители переживают, и лучше не приведут ребенка, что посмотрит их фельдшер, чем они будут лечить дома. И я ругаю даже их так, ну, как ругают так вот. Ворчу на них, что, допустим, они придут, а мы три дня, четыре дня болеем. Я говорю, ну, у вас фельдшер теперь здесь, работаю здесь, в вашей деревне, приехала к вам работать. Ну, почему вы не обратитесь в первый, второй день болезни? Ну, че ж вы тянете по три, по четыре, по пять дней? Вот так вот по-доброму ворчу, конечно. Расскажите, люди как отзываются о том, что появился у них фельдшерский пункт? Они очень рады. Восемь лет у них, я так понимаю, что у них не было восемь лет вообще фельдшерского пункта не работал. Они ездили, приходилось им ездить в Суховерково, это восемь километров от Колталова. Ну, у кого есть транспорт, это не проблема. А в основном пожилые люди транспорта не имеют, автобус добираться проблематично, то есть проблематично было добраться. Они чаще, наверное, добирались до города в ЦРБ, нежели или шли платным куда-то, анализы платные сдавали. То есть сейчас они, конечно, очень довольны, что у них заработал наконец-то фельдшерский пункт. Он открыт в 23-м году, в феврале 23-го года открыт этот пункт, построен ФАП. Благодаря национальному проекту модульный ФАП, вот этот он построен был. И вот так вот пришла я работать на него. Расскажите, сколько там кабинетов и что там есть для того, чтобы оказать необходимую помощь? Там есть кабинет приема врача, где происходит прием, соответственно, процедурный кабинет, регистратура, где хранятся карточки медицинские, смотровой кабинет для осмотра гинеколога, когда приезжает выездный гинеколог, если есть из ЦРБ выездные дни у гинеколога, и у нас планируется, приезжает к нам на осмотр. Ну и хозпомещение хозяйственное, фойе удобное для ожидания, две кушетки там такие довольно-таки, просторно для ожидания, что люди не стоят. Есть все необходимое. Есть возможность присесть, гардероб там, ну, вешалочка есть, они вешают свою одежду, ожидают фойе приема своего. Все очень, ну, благоустроено, предусмотрено, скажем так, что и рассчитано на вот именно количество народу, что приходят еще соседние деревни приезжают, Некрасово, Красная гора приезжает. Давайте об этом продолжим после, а сейчас у нас перерыв на рекламу, не переключайтесь, мы вернемся после. Мы вернулись с рекламной паузы и продолжаем нашу программу. Наталья Борисовна, расскажите, мы остановились на том, что приезжают фельдшерско-акушерский пункт даже из других населенных пунктов. В близлежащие деревни, которые находятся рядом с Колталово, чтобы не ехать, допустим, людям в город, приезжают с Некрасово, с Красной горы, с Шалайково, то есть люди обращаются, знают, что функционирует ФАП, работает, приезжают, всех принимаю, всех осматриваю, оказываю помощь, рекомендации какие-то. Если необходимо направить человека куда-то, ну, к узкому специалисту, пишу направление, ВД направление через систему БАРС, вот у нас сейчас работает система БАРС, выписываю направление, отправляю как в ЦРБ, так и в областную больницу. Также можно на ФАПе сдать анализы, раз в неделю по среднам принимаю анализы, сама занимаюсь забором крови, вот, и могут люди обращаться, что не надо в город ехать, перед сдачей анализа, они могут прийти, с детками также сдать анализы, вот, вот это вот еще у нас. Расскажите про единую информационную систему БАРС, чем она удобна? Ну, БАРС удобна всем, там получается, ты видишь, как электронная карта, да, электронная карта, там видно всю историю болезни пациента, то есть чем он болел, с чем он госпитализировался, вот, какие заболевания, с чем он стоит на учете, вот, потом все направления выписываются, через, люди не стоят в очереди, то есть через бар заходишь, электронная очередь, выбираешь человеку, удобное для него время, то есть в то время, в которое спрашиваешь, вам удобно в это время будет посетить того или иного специалиста? Удобно все, значит, талончик даешь человеку на определенное время, и он приезжает уже либо в ЦРБ, либо в областную больницу, с детками, что они приезжают, и уже к времени, то есть не нужно ждать очереди. Ну да, и все быстро, да, они по времени заходят, они к автобусу, во-первых, многие, да, что надо успеть, к автобусу и уехать же обратно, надо добраться до деревни, то есть вот так вот. Да, еще удобно, если вот с других сосленных пунктов к вам приезжают, карточки же у вас только в вашей деревне есть жить. Я завожу на всех. То есть даже на тех, кто приезжает? кто приезжает, то есть все близлежащие деревни, кто у меня был на приеме, карточки я заявила, положила к себе в регистратору, при последующем человек, если еще раз будет обращаться, у меня уже карточка, то есть не электронная карточка все равно должна иметь место быть, да, и такой архив у меня создается потихонечку, и будет храниться там, на ФАПе. Вы каждый день помогаете людям, сталкиваетесь с их болью, проблемами. Скажите, влияет ли как-то это эмоционально на вас? Эмоционально влияет, конечно, но стараешься с человеком поговорить, то есть не закрыться от человека, да, а наоборот как-то, ну, если какое-то горе случается, стараешься с человеком поговорить, как-то успокоить, психологически, чтобы человек не загрузился, скажем так, да, что он немножко, а так вот психологически, так вот выгорания у меня нет, я считаю, что такого профессионального выгорания, я готова оказывать помощь, и психологическую помощь, в том числе, то есть как бы поддержать человека психологически, мне это не составляет труда, то есть мне кажется, когда я делюсь с человеком, или человек дед со мной, то есть наоборот, нет вот этого замкнутого круга, что вот такого какого-то зажима вот этого. Расскажите, пожалуйста, какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать фельдшер? В первую очередь, это, наверное, внимание к человеку, к другому человеку, доброжелательность, порядочность, честность, с одной стороны, как бы ты должен человеку сказать то, что вот, ну, надо, допустим, и почему это надо, да, не юлить там, что там, а надо, вот и почему это надо сделать, доброта, отзывчивость, то есть вот это все должно присутствовать обязательно, как в качестве, ну, как в качестве любого человека, то есть как бы, потому что ты работаешь с народом, ты с ним общаешься, поэтому и без этих качеств, я думаю, что, ну, не получится работать с людьми. И давайте немножко поговорим о сознательности граждан. Скажите, приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией, что нужно было уговаривать пациента пройти те или иные процедуры? Ну, это, как правило, не возникает такое, потому что нужно человеку сказать так, чтобы он понял, что это ему надо, потому что приходит на госпитализацию, допустим, не хочу, я говорю, так никто не хочет, понимаете, есть слово надо, то есть на данный момент ваш организм нуждается, чтобы нужно было госпитализироваться и пройти определенные обследования и лечения в условиях стационара, а не в условиях амбулаторной службы. Вот, то есть как бы, ну, не было такого, чтобы я не могла убедить человека, что это нужно сделать. Давайте поговорим теперь о программе «Земский фельдшер». Вы расскажите свое мнение о значимости этой программы и вот что она дает, на ваш взгляд. Материальный, конечно, очень хорошо поддержка, допустим, у кого ипотеки, да, или планируют брать жилье, как первоначальный взнос тоже, да, это очень, как бы, ну, для семьи и для молодых специалистов, особенно, тогда, когда сейчас, вот, никто жилье не предоставляет, скажем так, да, что не будет жилья выделено какого-то определенного, ну, это очень, как бы, поддержка хорошая и молодым семьям, в том числе, молодым специалистам. Далья Борисовна, расскажите, сколько вы уже времени отработали по программе «Земский фельдшер»? Два месяца. Я заступила на работу 21 декабря 23 года. И какие у вас ближайшие планы на будущее? То есть вы планируете дальше работать? Конечно, конечно, работать я планирую, и когда открылся ФАП, они все ходили очень так с настороженностью, жители заглядывали, спрашивали, что «А вы будете работать?» «А вы от нас не сбежите?» Я говорю, «Нет, я от вас не сбегу, я буду работать». Говорю вам на это на 150%, что я буду у вас работать. И давайте пару слов о важности таких пунктов в деревнях и селах, и насколько это в целом важно для здравоохранения и для жителей, конечно же. Важно, потому что это первичное звено оказания помощи, доврачебной помощи. Во-первых, это и для людей, то есть добираться либо в город, либо это люди придут, у себя на ФАП, в деревне, никуда не надо ехать, в город. Не у всех есть транспорт, далеко не у всех. Поэтому это очень важно, то, что ФАПы вот такие открываются, и они очень комфортабельны, очень удобно работать. Оборудование, оснащение, все есть на ФАПе, как для неотложной помощи, так и для экстренной помощи. Кардиограф есть, даже дефибриллятор есть, все укладки, необходимые для оказания помощи той или иной. То есть все есть абсолютно. Не знаю, очень удобно работать и для людей это прям вот, я не знаю, они, наверное, ну, все радуются действительно, что ФАП заработал и работает, и они прям вот, даже говорю, соседние деревни. Надо делать, надо открывать такие ФАПы, и молодежь, надо стимулировать, чтобы молодежь шла на эти ФАПы. Бояться не надо работать, несмотря на то, что один ты работаешь, ничего страшного нету, все делается, все преодолевается, трудности везде, во всех специальностях встречаются трудности, но трудности надо не обходить, а преодолевать, то есть искать какие-то моменты для того, чтобы все решаемо, и все, молодежь, приходите работать на ФАП. Наталья Борисовна, расскажите, а вот диспансеризацию можно ли пройти в фельдшерско-акушерском пункте? Да, можно пройти в фельдшерско-акушерском пункте, сдать все необходимые анализы, которые необходимы, все я скажу, какие анализы надо, вот, и потом дам направление к гинекологам, женщины идут, маммографию проходят, гинеколог и флюорограф. Все это пройдет. Расскажите, как проходит, то есть какие обследования можете провести в пункте, а на какие обследования нужно вам дать направление в другие медучрежения? Все анализы, которые берет в ЦРБ берется, все анализы можно сдать у меня на ФАПе, как кровь, моча, кау, нужно будет ехать к гинекологу на осмотр, на флюорографию нужно будет проехать в город, ну и маммография для женщин после 40 лет. Ну и также, да, записывайте в удобное время для пациента. Я тоже запишу, да, то есть люди ко мне обращаются, допустим, говорят, что по диспансеризации, даю ему направление, сразу описываю кровь, все анализы и сразу говорю, какое время удобно посетить какого специалиста. Мы с ним тут же подбираем по Барсу, какое время удобно, я ему даю, и человек пошел, проходит полностью диспансеризацию, то есть приходит ко мне и по анализам, по результатам анализов тоже дам ему консультацию по результатам анализов, распечатываю анализы на ФАПе, то есть вот это тоже благодаря Барсу. А расскажите, много ли человек прошло диспансеризацию у вас на пункте? Пока вот я только начала эту работу, вот только начала забор анализов, вот начнем работать активно и придем к 100% диспансеризации, что не знаю. А как жители, есть ли какие-то уже отзывы, нет? Для них это вообще удобно, что они радуются, что кровь, можно, сейчас вот можно прийти кровь сдать, уже не надо ехать в город, то есть для них это уже вот большой плюс. Вот, сейчас по прививкам с деточками будем работать и прививать будем на ФАПе тоже не надо будет ехать с ребятишками. А какие прививки? Ну, гепатит, прививка, кори, краснуха, полимиелит, паратит, то есть все прививки, которые необходимы, возрастные, все будем делать на ФАПе. А выезды на дом, то есть как они осуществляются? Если вызывают на дом, приходят, ну, родственники обращаются, да, либо позвонили по телефону, вызвали меня, и после 12 часов иду по домам, пешком по Колталово хожу, к деткам хожу, ребятишечки, которые на родившийся патронаж, тоже, то есть хожу, смотрю, оказываю помощь, рекомендации какие-то даю, если надо. Расскажите, как простраивается ваш рабочий день, то есть, ну, вот по времени, что вы делаете в первой половине дня, что позже? С 8 до 12 прием пациентов, потом, ну, они идут, бывает, и после 12, конечно, потом иду на патронаж, либо на активные вызова, либо тот, кто не может передвигаться, допустим, раз сходила, я посмотрела, там у меня была пациентка, сходила, посмотрела, позвонила, говорю, приду к вам, посмотрю еще раз, вас там 2-3 дня прошло после лечения, надо прийти, посмотреть динамика, есть улучшения, нет улучшения, что-то с человеком надо решать, да, то есть, либо он остается и долечивается, все хорошо идет у него лечение, пошло ему все лечение назначенное, либо надо что-то перестраивать, либо его отправлять в стационар, то есть, после вызова вы наблюдаете периодически пациента, то есть, те, которые не, то есть, если это необходимо, конечно, я хожу, наблюдая пациента, потому что, ну, это просто человечность какая-то нужная, относиться к людям по-человечески, если человек не может к тебе прийти, значит, если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед идет к горе, да, то есть, идешь и смотришь, и люди благодарны за это, что за внимание, за заботу. То есть, устраиваются такие доверительные отношения с людьми? Ну, по-другому нельзя работать, нельзя, нельзя замкнуться, и, ну, вот это мое видение, просто работа такая, что работа должна быть построена именно таким образом, что нельзя там, ну, как-то вот, надо доверять и людям доверять, и чтобы люди тебе доверяли, и отношение будет совершенно другое, и к тебе будет отношение другое, нельзя, я когда приехала в Колталово работать, мне сказали, у нас тут очень тяжелые люди, тяжело с ними будет выстраивать отношения, но пока, по крайней мере, и ко мне все относятся хорошо, и я считаю, как ты встретишь человека, да, как ты к нему отнесешься, соответственно, так и тебе вернется все, то есть, если ты с человеком нормально обращаешься, не грубишь ему, не там, уделяешь время, опять же, да, то есть, человек приходит, пожилые люди приходят, много за общением, просто придут, просто поговорить, вот просто поговорить, пришел человек пожилой, просто поговорить, давление померить, но нельзя же просто сказать, что мне некогда, нужно уделить этому человеку время и поговорить с ним, и, считаете ли вы это своим призванием? Да, за столько лет работы, конечно, я думала, что, ну, когда работаю на скорой еще, у меня какие-то вот мысли были, что не пойти ли мне на ФАП работать, то есть, это вот, как-то вот это вот, зрела-то вот эта идея, во мне, ну, как бы не в раз она возникла, вот, она зрела-зрела, и вот дозрела до того, что я действительно пришла на ФАП работать фельдшером, с ним с кем. Как вы думаете, вы сделали правильный выбор, то есть, ни о чем не жалеете? Я не жалею абсолютно ни о чем, ни о чем, ни минуты не жалею, что рассталась. Конечно, 30 лет на скорой помощи, работая, уже, ну, достаточно отдала профессии, тоже считаю, что теперь я тоже отдаю свои знания, свои умения, свои какие-то навыки, отдаю тем людям, которые тоже в этом нуждаются, но уже в амбулаторных условиях. Готовы ли вы взять преемника, так сказать, и обучить ему все необходимое? Да, конечно. У меня приходила девочка, одна работает, учится фельдшером, на фельдшере учится, и говорит, меня на практику возьмете? Я говорю, конечно, возьму, если на нас колталова, вот, и если придешь, конечно, возьму, всему обучу, что умею, сама покажу, подскажу, то есть, готова. Да, какие основы должны, то есть, быть у фельдшера? Ну, основы, сначала говорю, в первую очередь, это должно быть, вот, человечество, то есть, человечность, то есть, ты должен быть человечным, и к людям относиться по-доброму. Это в первую очередь, это, наверное, основа основ всех, а потом уже выстраиваются, потом придут и знания. Знания сразу не бывает так, что пришел из училища, и ты все знаешь. Не может такого быть. Вот, то есть, они выстроятся все постепенно, все знания, все навыки, все это выстроится. Но в первую очередь, важна человечность, доброе отношение к людям. И желание, да? Желание, конечно, желание работать, помогать людям. То есть, вот это в первую очередь. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Хочется поблагодарить нашу замечательную гостью. Спасибо вам, Наталья Борисовна, что рассказали про такую нужную профессию фельдшера. Это была программа «Тема дня». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова